Добрый день! Сегодня мы поговорим о проблемах детского питания и у нас в гостях директор центра питательных смесей Игорь Багдашин. Добрый день! Здравствуйте! И директор центра детского дошкольного развития «Арбуз» Ирина Гукалова. Добрый день! Первый вопрос, наверное, к вам, Игорь. Насколько должно быть разнообразно детское питание и какие обязательные составляющие должны быть в дошкольных детских учреждениях, чтобы питание ребенка было полноценным? Надо, наверное, сказать о том, что в Советском Союзе эта проблема была разработана, по сути дела, детально. То есть, у Советского Союза была самая лучшая школа общественной диетологии, научно обоснованная с глубокими проработками, с гигантскими эпидемиологическими исследованиями. Эпидемиологическая диетология была на высочайшем уровне. И просто задачи стояли государственные, в том числе задачи государства, здоровых рабочих, здоровых солдат, здоровых граждан, как сейчас говорят. Поэтому, если так говорить, то по сравнению с другими проблемами в питании вообще, то от школьного питания до последнего времени еще на советском багаже было более-менее нормально. Потому что нормативы, которые разработаны, это 15-20% белков, порядка 30% жиров и остальное углеводы. Причем углеводы не рафинированные, сладкие, а в виде каш. Легкоусвояемые. Не совсем. Сахар белков, а каша, она как-то помедленнее, но зато с сохранением флоры, с функционером всего кишечника, начиная от пищевода полностью. Здорово. Поэтому, если говорить о тех нормативах, которые пришли к Советскому Союзу, они, может быть, идеальны для общественного питания детей в таких организованных учреждениях. Если в школе у нас серьезные проблемы, то в дошкольном более-менее. Но сейчас очень много мини-детских садов, мини-групп. Нет, вообще было время, когда детских садов просто не было. То есть разрушилась вся система. Нет, но те сады, которые оставались, они работали по нормативам, по правилам. У них у всех приказы, начиная с советского времени, которые подтверждались. Сохранились кадры, которые все это знают. Но все же, допустим, в отличие от других общественных пунктов питания, то люди, которые работают с детьми, они все-таки ответственность другая у них. У них на уровне ментальном, уровне отношения к этой работе другое. То есть другое, чем в школе, другое, чем в институте. Здесь все-таки, поэтому те нормативы, которые были разработаны, если не воровать, они полностью соответствовали потребностям ребенка. Сейчас, какие проблемы до последнего времени были в общественном питании? Это внутренняя среда, можно сказать, не изменилась, изменилась внешняя. То есть входные ингредиенты, которые приходят на кухню, они изменились кардинально. То есть у нас вообще питание кардинально изменилось как с Венея с Востока, так и с Запада. То есть у нас появилось соевый белок везде. У нас появились модифицированные крахмалы везде. У нас появились стабилизаторы, у нас появились ароматизаторы, концентраторы и так далее. Мы можем пересчитать на пальцах до бесконечности. И все это пришло в детское питание. В принципе. Поэтому, и мало того, все-таки мы должны понимать, что детский сад – это не все. Основное – это школа, семья. И там формируется пищевое поведение, как говорят. Там ребенок обучается, что есть, как есть и когда есть. Если там, ну вот уже набившие скумину чипсы, там, Кока-Кола, все это такая уже тот полис, который вообще за гранью добра и зла, да? В питании. В грани добра и зла, там все вот эти ароматизаторы, все там чипсы, сладкое. То есть, как мы говорим, да, вот у нас белок в первую очередь, там, жиры довольно-таки много, там, 30, там, процентов. И нерафиринные углеводы. Но у нас же теперь, если это углеводы, то они рафинированные. Это сахар сладкое. Если жиры, то их значительно больше. У нас острая нехватка белка. Потому что традиция России, во-первых, такая была, что без стакана молока ребенок ни в школу не уходил. Если он в садик не ходил, он на улицу не уходил. Если мать, как мать, не дала стакан молока. Это вообще, ну, это не мать какая-то, это изи. Теперь по исследованиям у нас есть семьи, которые вообще не покупают молочные продукты. И в принципе, то есть какие-то там, почитали в интернете, что взрослым нельзя, взрослым нельзя, не покупают. Ну да, специально для ребенка это тоже. А в плане, например, белка лучше белок для ребенка, это молочный. Кальций вообще не усваивается, кроме как не в композиции с молочными продуктами. Поэтому если организационные моменты с развитием частных детских садов, мини-детских садов и других новых форм дошкольного воспитания, они только сейчас придут к нам, то самая главная проблема – это проблема в головах родителей, что они неправильно формируют поведение у детей, которые приходят в детский сад. И второе – это внешняя среда, на которую, может быть, и руководители могут повлиять, но они в жесткие рамки ограничены, жесткими рамками финансов, которые говорят, что стоит столько-то и все, и на эти деньги они вряд ли что-то купят другое. А второй момент, если говорить про государственное дошкольное образование, это закон, которому мы все должны выставляться на конкурсы. И в результате поступает продукция не совсем того качества, которое нужно дошкольным, даже за деньги, которые есть у государства. Вот так, наверное. Насколько пищевое поведение, формируемое в семьях, отражается на пищевом поведении уже в детском дошкольном учреждении? На вашем примере. На нашем примере, конечно, мы стараемся, лично я стараюсь, вот у меня на сегодняшний момент 4 филиала детских садов, которые посещают больше 120 человек. Я стараюсь каждый день включать в питание, которое мы вместе разрабатываем с медицинским работником, который утверждается мною и медицинским работником. То есть придерживаясь, в принципе, меню муниципального детского сада, то есть государственного сада, то есть соблюдать какую-то таблицу и калорийности, и того же белка наличия. Но очень тяжело у нас в городе Омске, потому что нет ни одной фирмы, которая бы готова была бы поставлять, ну, к примеру, 30 литров молока в неделю, привозить к населению стабильно. Приходится за молочными продуктами, то есть как бы каждый день, да, у нас, каждое утро у нас каша варится на молоке с добавлением сливочного масла. То есть мы даем творог, мы даем бифидок, кефир, все, что содержит, да, действительно кальций, вы правильно говорите, потому что все равно детки до 3 лет часто очень болеют. То есть придя в садик, у них период адаптации, акклиматизации, то есть проходит, ну, чаще всего, да, с проблемами цопельки, кашель, да, простудные заболевания, ОРВИ. Родители сейчас, которые, на самом деле, поставлены в такие жесткие рамки, что нужно работать, зарабатывать деньги, лечат их 3 дня, такие, ну, то есть детей, в принципе, всех, ну, антибиотиками, нарушая микрофлору, тем самым желудка, да. То есть желание побыстрее выйти на работу, чтобы ребенок, как бы, вроде выздоровел, да, а на самом деле... Я, получается, что каждый вечер после работы я езжу в супермаркет, в Ленту, там, в Ашан, беру молоко, то есть смотря по датам, беру молоко, привожу, чтобы каждое утро в 7 утра наш повар уже готовил кашу в 4 филиалах. Для меня я трачу на это все 1,5-2 часа, чтобы купить, развести, отстоять в очереди. У меня тоже есть дети. Мне звонят очень много фирм разных, которые предлагают продукцию, двери, стройматериалы, там... Гвозди, бетон... Полиграфию какую-то там, визитки. Но никто в Омске не доставляет ни продукты, да, ни молочную продукцию. Это очень тяжело. Вот отходить от того... То есть и... А совсем, в принципе, да, не пользоваться молочным продуктом мы не имеем права. Это нарушать однозначно полностью всю сетку питания, да. Может быть, это только потому, что у вас вот частный детский сад, ведь на самом деле государственный, ну, муниципальный детский сад, там же есть какие-то поставки? Я даже не знаю. В принципе, я думаю, что, скорее всего, у них есть завхоз, который точно так же это все где-то закупает. Нет, может быть, да, там совершенно другое. Но хочу сказать вам, что сейчас частных-то садов намного больше, чем униципальных. Потому что острая нехватка дошкольных учреждений. То есть они как-то за системой находятся, вот, охвачиваются. Они совершенно, да. То есть, как бы, казалось бы, да, что вот у нас ценовая политика, да, то есть у нас садик коммерческий, значит, у нас... Ну да, должно быть все... У нас есть деньги, мы можем в супермаркет съездить, да. Но опять же, продукты же должны быть свежие, они должны быть сертифицированы, потому что у меня был такой действительно опыт горький, когда я купила 10 литров молока и привезла, а оно все было, извините, кислое. Хотя со свежей датой. Это было... Ну да, действительно. И никто не вернет. Никто не вернет, да. И никто не вернет, да. Это порядка 300 рублей, но никто их не вернет. Также с торогом хотелось бы, чтобы все было всегда свежее, всегда. И действительно полезно. То есть кто-то за это бы отвечал. И кто-то бы за это отвечал. И кто-то бы привозил, то все было бы это с документами, все это было бы с сертификатами качества. И ты знаешь, если не дай бог что, то ты можешь обратиться к поставщику и решить с ним эту проблему. На ваш взгляд, вот насколько остро стоит проблема производителей и потребителей? Я имею в виду в части детского питания. И опять же, чтобы охватить не только муниципальные, но и детские сады. Есть такая проблема среди производителей? Могли бы они наладить такие связи? Проблемы с логистикой на самом деле нет. Я могу сказать совершенно с сознанием дела и с полной ответственностью. Потому что, например, с нашего предприятия, мы по бесплатным льготным рецептам возим во все районы области. В том числе Тевриз. Это какой-то договор у вас заключен с каждым? Конечно, это с министерством. Мы в рамках соцподдержки детей до года, до трех лет по бесплатным льготным возим и раздаем. То есть это логистические проблемы решаемые, тем более внутри города. Мало того, есть оптовики, молочники, которые имеют гигантский опыт решения проблем как школьных, как дошкольных, так и лечебных учреждений в комплексе. То есть там привезут и творог, и масло, и то, и другое. Просто вы как-то не пересекались никогда с производителями, а они не знают, что у вас есть детский сад. Это параллельные миры просто. Они друг от друга просто не знают. Это недостаток информации, скорее всего. Я не знаю. Если нас находят абсолютно другие предприятия, которые что-то нам либо предлагают. У нас на прошлой неделе был совет именно частных учреждений, частных детских садов. нас собиралось больше 15 крупных таких, у которых нет по нескольку филиалов. И вы знаете, у всех это проблема. У всех абсолютно. Никому не привозят никакие продукты. Есть компании, которые занимаются исключительно логистикой, которые являются дистрибьюторами 5-6-10 самых крупных и некрупных производителей молочных. И они легко подберут тот ассортимент в плане молочной линейки, который там вас устраивает. Надо вам будет творог фасованный по 100 грамм, чтобы без тепловой обработки давать. Они, допустим, привезут наш. Если вам нужно запеканку, они там привезут, выберут по качеству, привезут или с одной организации, или с другого завода, или с фермерских. Надо, они вам козье молоко привезут. И вопрос даже то, что большие, небольшие, им это несложно, потому что они разводят во все муниципальные, допустим, в детские сады. То есть у них машины идут по маршруту, у них есть термоконтроль, они привезут вам к 7 утра, если вам это надо. На самом деле логистические решения есть, просто мы об этом друг от друга не знаем. мы знаем, мы знаем, мы знаем, мы знаем. Вот в этом актуальность программы. Если бы вы задали вопрос, например, даже в департаменте образования муниципальном, вам сказали 5, 6, 7, 10 поставщиков, которые эту проблему для вас решили бы. Игорь, вот смотрите, поставщик, он такой необходимый посредник между производителем и детским учреждением, он на себя берет функции сохранения молочных продуктов, сертификации, то есть полностью он берет на этот период доставки. Вот даже вопрос, в реале повезли, а в магазине пока довезли до организации. А здесь же температурный контроль от склада производителя до вашего учреждения, он не нарушается как положено, плюс 5, плюс 8. Так оно и едет, плюс 5, плюс 8. Сейчас вот логистика выстроена так, что это не проблема, просто это проблема информативности. Ну, например, для меня лично, то, что вы говорите, что вас стало много, для меня тоже это как бы несколько удивлений. И если вы говорите, что это будет как вал, что это будет сейчас там просто масса, для меня тоже это, допустим, новое. Это новость. Программа узнает что-то новое. Мы там думаем, допустим, школы, мы думаем детские сады, и мы там с ними какой-то диалог ведем. Поэтому тут вполне возможно какие-то точки соприкосновения то, что найти. Все-таки, смотрите, договор должен быть напрямую детского учреждения с вами, как с производителем, или все-таки с компанией, которая занимается логистикой? Потому что с производителем у них будет больше гарантий, что вы произведете точно в срок то питание, которое нужно. Или все-таки сначала нужно искать логистика, а потом они выходят на вас. Я, например, считаю, что в силу неких особенностей детскому садику, в школе лучше иметь, наверное, дело с логистической компанией. И вот скажу, к примеру, как я уже говорил, мы детское питание делаем, и, например, творог без тепловой обработки, выдавать нигде независимо больница ли это, школа или дошкольная, нельзя. Только в подвергнутой тепловой обработке. Но если он уже зафасован в индивидуальной упаковке, то можно. Поэтому если учреждение принимает решение, что там раз в неделю она дает творог свежий, без тепловой обработки, то они могут купить у нас. А если они покупают для питанки, мы такое не производим по закону. То есть мы не можем производить нефасованные. Поэтому вот если там учреждение купило творог и там этот же творог со сметаны размешало как дома, это нарушение на самом деле закона. То есть детское учреждение не может это делать. Не все то питание как дома, оно подходит для детского учреждения. Да, потому что риски. Риски. Малейшее нарушение в этом плане это вот оно сразу 30-40 детей. Другое, мы, например, тоже не производим молоко в большой упаковке. Поэтому для варки конечно им нужно будет покупать у кого-то другого. И здесь я говорю, что так как у нас выстроена логистика с нашей логистической компанией, что продукция должна быть доставлена день в день, то есть да просто это логистика, то они также получат ее в сегодняшней дате, как скажут, так и будет. Они наформируют заявку за день, за два, производственную заявку. Они же тоже берут. Чем, допустим, в отличие от магазинов с такими учреждениями проще? У них же меню на неделю готовится. поставщик будет знать, что он в пятницу к 7 утра должен провести столько-то молока, столько-то творога, а в понедельник вот это, вот это. У него есть меню, он, в принципе, сформирует заявку. Какое-то специальное детское питание вы готовите? Не для широкого потребления, а специально для детей? Вот. Когда я говорил насчет того, что советская власть, там эта проблема не стояла. То есть питание было вообще, просто для детей было определенное как бы там требование. Теперь разделение на детское питание и питание для всех, да, это не то, что маркетинговые ходы, хотя во многом это маркетинг, да, это как раз уже то, что требуется для сохранения здоровья детей. Ну да, не предъявляются больше требований для питания. И вся остальная химия, вот, если там взрослый с этим как-то справляется, то дети реагируют на это заболевание довольно-таки быстро. Но просто родители, там, работники образования не всегда сознают, что вот эти проблемы хронические, они связаны с тем, что едим мы не совсем то. Поэтому, ну, допустим, в Москве, это уже, там, у нас Москва, Москва, другая страна, уже однозначно, дошкольные учреждения поступают только продукты и полуфабрикаты, предназначенные для детского питания. Есть ТУ, есть ГОСТы, да, которые сейчас определенные, что есть детское питание. Вот, если мясо, это там определенные части мяса. Если это там фарш, полуфабрикат куриный, он без механической обвалки. Вот. Если фрукты, то такие. И Москва, когда она приходила, возникли проблемы, потому что не хотят производители крупные. Это дело производители. Потому что сложнее готовить. Не выдерживают требования к сырью. Да, я и говорю, сложнее как бы технологически. Тут просто добавил там консерватор красителей, да. Что есть, допустим, детское питание, кисломолочное, да, или там молочное. Начинается с фирмы. Молоко должно быть только высшего сорта входное. А у нас таких хозяйств в городе, по пальцам перечислить, ну в области, вот 5, ну может быть 10, да, которые делают. А высший сорт у нас такой же, как евростандарт. Оно требует, везет за собой не только, это целая кучка, вот, начиная от сырья. Молоко только высшего сорта. Соответственно, мясо только высшего сорта, без гормонов. Вот. Соответственно, овощи без пестицидов и химии. Ну да. Поэтому, когда вот это вот вводятся стандарты для детского питания, это гарантирует не то, что это какие-то вот такие, что там безопасность, хотя это да, это важно, потому что там контроли другие, и все. Это ведет к требованию к исходному, к еде. Это другая еда, детская еда, она другая, это требование времени, потому что за пределами вот этой парадигмы детской еды, еда абсолютно другая, абсолютно. Не детское питание допускают, взяли и переработали в творог, или там высушили, при производстве детского питания категорически никаких подработок, только высший сорт и за пределы предприятия. Ни возврата, ничего, он не входит. Вот в чем разница между детским питанием и другим. И также на школьном. Невозможно соблюсти. Невозможно. Вы чувствуете какую-то разницу в денежном выражении? Бюджет вас позволит, например, закупать? Ну, конечно, да, я думаю, да. Понимаете, тут цепочка будет состоять из того, что дети будут получать качественное питание, то есть некачественное, а полноценно будет работать организм, дети перестанут болеть, за счет этого замкнутый круг. Чем качественнее мы кормим, тем дети здоровее. То есть вы будете объяснять родителям, родители будут понимать, за что он платит? вот таких вот в принципе руководителей к нам на родительское собрание. Я могу прийти, я хоть какого могу говорить. И как бы там следующий шаг, вот когда мы говорим сейчас, да, вот в Омской области есть, допустим, наше предприятие, специализированное по детскому питанию. следующий шаг, на мой взгляд, должен быть и понятно уже, допустим, опять же, в наших флагманах в Москве это решается, создание специализированных предприятий для приготовления еды для детей. Это гигантские фабрики, но в которых по новейшим технологиям, то есть там все соблюдены стандарты как контроля входного, так и контроля производственного, так и контроля выходного. У нас в Омской области таких пока нету, но единственное, что, знаете, был такое мясоперерабатывающие предприятие PrimeRib, и вот мы как бы с ними разговаривали, они говорят, мы вот готовы для детей делать там специально мясо, полуфабрикаты, такие там все, но это показалось как бы дорого. Это дорого пока, и там даже детские учреждения не готовы на самом деле приобретать, но у муниципальных у них, наверное, бюджет как-то ограничен. Если у частных детских садов есть немножко побольше вариантов финансирования, то у муниципальных наверное зажатый бюджет как бы не позволят. Но если будут вот эти индустриальные уровни, если это проблема поставить выше, на таком муниципальном государственном уровне, и для этого будут выделяться бюджетные деньги, да? Это мало того, это будет значительно дешевле, потому что каждый садик держит своего повара, детсестру, там требования, там отдельно для хранения холодильника яиц, отдельно для холодильника для хранения мяса, отдельно для хранения рыбы, и там все, они должны хранить, покупать, все остальное, и это не снижает риск при этом еще. А здесь это только в логистику, причем, что сейчас, компьютерные технологии все это можно делать индивидуально, даже индивидуальную еду для отдельного ребенка, то есть просто... То есть если у кого-то отдельное заболевание, непереносимость, например, чего-то... Конечно, садик заказывает, ну, приходит порционный, или там, ну, это логистика, технология. Вот к этому... Об этом нужно думать, конечно же, вчера... мы к этому придем в будущем. Руководителям здравоохранения и образования, то есть это уровень государственный, на уровне губернаторов все-таки решения. Мы их тоже позовем к нам в программу, да, и тогда поговорим об этом. Спасибо за интересную беседу, спасибо, что пришли к нам в суде. Спасибо, очень интересная. Очень актуальная проблема. А я напоминаю, что мы говорили о проблемах детского питания, о логистике, собственно, о питании для детей, и у нас в гостях был директор Центра питательных смесей Игорь Багдашин и директор Центра дошкольного развития Арбуз Ирина Гукалова. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.